Весна в этом году поздняя. Цветы на клумбах к празднику даже проклюнуться не успели. На природное украшение можно не рассчитывать. Но все почистить, убрать, побелить и поправить святое дело. Поэтому выходят на субботник все. И сотрудники, и постояльцы Нежинского геронтологического центра. И празднику быть, и концерту, и поздравления. Правда, виновники торжества сами ветераны. На улицу в актовый зал, наверное, уже выйдут не все. Постарели фронтовики. Уже и зрение, и слух не те. Но память только четче с годами. И наяву, и во сне. Какие ужасные всякие сны были. Сейчас вот другой раз сплю, сплю, вдруг скачу все. Трудно это, трудно вспоминать. Тяжело вспоминать. Но тут нам на помощь приходит наш штурман. Знаток ветеранских биографий, самый популярный человек и любимый артист всех проживающих Нежинского геронтологического центра. Андрей Андреевич скибал. И тут к нему подходит какой-то мужик. Ну, не мужик, а, извините меня, солдат. Ты что делаешь, говорит? Да вот, говорит, оторвало мне. Это я рассказываю тебе. Правильно, правильно. Оторвало, говорит, да вот я хочу отрезать. Вот тут ты что, с ума сошел? Давай мы тебе сделаем. Перебинтовал, в госпитале зашили. Покажи левую руку. У меня уже оторвало. Как нормальная рука. Спасибо вам. Самый отдельной танковой бригады освобождал Манчжурию. Демобилизовался лишь в 46-м, а День Победы встретил на Востоке. 9 мая мы отмечали на Дальнем Востоке. Так вот, когда командир полка выступал, говорил, «Ребятки, поздравляю вас с великой победой! С великой победой! Но вы, пожалуйста, не радуйтесь! У нас рядом под боком злейший враг еще живой. Поэтому мы отпразднуем День Победы и будем готовиться ко второй войне, чтобы победить противника второго. Вот тогда будет у нас полная победа». Он прошел войну от начала до конца. Отслужил в армии 7 лет, а на гражданке выбрал самую мирную профессию из всех возможных. Стал учителем труда. Несколько поколений учеников 60-й Омской школы должны помнить своего творческого преподавателя. Он со своими ребятами делал большие модели кораблей. И у меня долгое время стоял в кабинете корабль «Океанский лайнер Пушкин». Лайнера нет. Потеряны некоторые правительственные награды. Но зато есть книги Чередова, где подробно описана его жизнь. Сохранены копии раритетных документов. Похвальная грамота 1938 года. Грамота от Верховного главнокомандующего за отличия на фронтах Японской войны. Ордена Красной Звезды и Отечественной войны. Медали за отвагу, за победу над Германией и Японией. Трофим Иванович Басов. Они могли прорваться к этому источнику, потому что оборонял его Трофим Басов со своими однополчанами. А победу он встретил в Ростове. Пути войны поистине неисповедимы. «Когда война кончилась, ну, дня через два, через три, сейчас не помню, раз, собирайтесь, собрались, погрузили в вагоны и повезли. Ну, мы так и думаем, так готовились, значит, в Германию повезут. И привезли нас в город Спаск. А Иванович вернулся в 1956 году». Кажется, всё рассказали ветераны о военном времени и о себе, молодых и горячих. Всё да не всё. Только сейчас Трофим Иванович признался, заранее знал о том, что война начнётся. «Но дело прошлое, дело прошлое, могу сказать, что я об этой войне знал». «Знали?» «Да. Но я кому ничего не говорил. Как я узнал? Мой брат старший, был признан старшим, он находился на Дальнем Востоке в Бикини. А в 41-м и в 40-м году, значит, так где-то весной, что ли, было провержение ТАСС. Немцы писали о том, значит, наши войска перебрасывают на Запад, а наши опровергали, что да, мы часть войска из Дальнего Востока сняли, перебросили и везли в район Сибири. А он в Бикини был на Дальнем Востоке. И, ну, как сказать, просто писали этим, угольнички были. Ну, видимо, не посмотрели, их письма поверяли, дело прошлое. А тут как-то попало, что ли, я читаю, значит, приехал на новое место за городом Львовом, в Западной Украине. Ну, я прекрасную географию знаю, а опровержение ТАСС было, значит, ясно, что дело пахнет керосином. Ну, я письмо порвал, никому ничего нигде не говорю, вот только сейчас. Не любит много говорить о войне и сосед Трофима Ивановича Василий Тимофеевич Дмитриенко. Он родился в Кокчетавской области, в 41-м ему было 16, но он уже работал в поле, как все. Василий Тимофеевич, а где тебя застала война? Вот где ты узнал о том, что началась война? В поле мы все накосили, а в июнь месяц. Да, да, да. Приехал председатель далеко, 40 километров косили от дома. Приехал председатель и сказал, все, бросайте, уезжайте домой. Началась война, вас всех призовут. Все уехали. Пришлось одному заменять всех, кто ушел на фронт, а 1 января 43-го года и его призвали в армию. Поехал на Дальний Восток в учебный батальон. Сначала был пехотинцем, а годом позже сержантом в минометной роте. В 18 лет, едва освоив новую профессию, он стал учить других военному ремеслу. У меня взвод был 270 человек. Вот так вот. И вот представьте, рота 1000 человек. Это взвод, взвод был, а у нас три отделения. Вот по 300 человек во взводе было. После войны фронтовик Дмитриенко работал на железной дороге. Сначала кочегаром, потом помощником машиниста. Довелось водить и паровозы, и тепловозы, и электровозы. И так до 1989 года. А в ноябре 2016-го Василий Тимофеевич женился. Официально, торжественно и счастливо. Так и живут теперь вместе Эльвира Михайловна и Василий Тимофеевич, уповая на день сегодняшний, лишь изредка по просьбе гостей, вспоминая минувшее. Не любят ветерана войне говорить. За него награды и документы рассказывают. И отсчет времени почти полвека ведут часы, полученные в подарок от министра путей сообщения. А в комнате Аполлинарии Дмитриевны время отмеряют часы с боем. Придет Андрей Андреевич, заведет механизм, и дальше тикают себе старинные часы. А я сама не заводила никогда. Сейчас. Заводила раньше еще. О, хорошо, заводят. Послышу. И слово понесся потом. Все, часы идут. С первых дней войны хрупкая, красивая девушка с романтическим, как и с 19 века, книжным именем Аполлинария попала на курсы связисток. Воевала на Втором Украинском фронте. У маршала Конева была в частях связистов. Соединяла батальоны, полки, бригады. И что еще интересно, она всю войну прошла вот с частями связистов. Была, даже не представляешь, какой у нее путь военный. Она была под Сталинградом, Румыния, Болгария, Харьков и закончила войну в Будапеште. Конев пошел и нас оставил, а сам пошел на Берлин. Ну, возраст ей не позволяет сейчас вспоминать какие-то тонкости, но это удивительно. Да, возраст. Я всегда молодая. Да, конечно, конечно, молодая. Но точного возраста Аполлинарии Дмитриевны никто не знает. Будем считать, всегда молодая. Практически ничего не видит, слышит едва-едва, но сознание ясное, чувство юмора прекрасное. Что еще у нее есть? Сын Анатолий живет здесь же, в геронтологическом центре. Книги на полках, на страницах которых встречаются, наверное, романтические героини с именем Аполлинария. Рассказы и стихи о жизни и любви, собственноручно написанные каллиграфическим почерком. Правда, затерялись где-то, но ведь были же, были. Две кошки любимых, Барсилька и Алиса, которых в обход местных правил позволили держать в квартире. Часы с боем, медаль фронтовика и орден Великой Отечественной войны. Вышла мадярка на берег Дуная и бросила в воду цветок. Цветок. И этот цветок увядаю. Вышли сладаки и бросили алые маки в общий поток. А почему она поет именно эту песню? Потому что она закончила войну в Будапеште, на берегу Дуная. И эта песня для нее прям самая дорогая. Вышла мадярка на берег Дуная, бросила в воду цветок. Утренний Венгрий дар принимая, дальше понесся поток. В музее Нежинского геронтологического центра есть постоянная военная экспозиция. И список. 98 фамилий ветеранов войны, которые в разное время здесь проживали. К 9 мая 2018 года их осталось всего четверо. Это очень скромные пожилые люди, которые не требуют к себе повышенного внимания или круглосуточной заботы. Это обычные старики, которые по молодости взяли да и отстояли мир. Особого внимания нет. Как и все. Наверное, просто мы хотим дать им больше. Они не требуют, а мы хотим. Мы обязаны. Я считаю, обязаны. Жизнью обязаны. Жизнью обязаны. Продолжение следует...